Вопрос, который сегодня будет подниматься в видео, будет касаться базовых налогов для тех, кто открывает фирму в Польше. То есть это видео ответит вам на вопрос, каким налогом нужно готовиться при открытии фирмы, то есть с пулки. Благодаря этой информации вы сможете заранее прочитать, стоит ли открывать фирму, либо выгоднее смотреть на ЕДГ. Поехали! Вопрос налогообложения бизнеса – это априори основополагающий вопрос. Информация о нем должна идти со старта. Именно поэтому, по большому счету, я делаю этот ролик для своих будущих клиентов, чтобы они смогли в любой момент получить знания после того, как просмотрят видео о открытии фирмы в Польше. Которое, к слову, сейчас будет на ваших экранах, здесь или здесь. Если вы еще сомневаетесь, сможете ли вы открыть фирму, рекомендую к просмотру. Любезно напомню вам о лайках и подписках. Это минимум, который вы можете сделать для меня за информацию, которую я даю бесплатно. Итак, давайте сразу начнем с того, сколько видов налогов для фирмы существует в Польше. В Польше, как и в большинстве стран мира, только один налог для фирм. И это налог на прибыль. Он называется ЦИД. Для тех, кто дружит с английским, расшифровка Corporate Income Tax, что дословно значит примерно корпоративный налог. Какой процент ЦИД? В 99% случаев для вас ставка налога будет равна 9% от прибыли вашего юридического лица. Чтобы не углубляться в такие общие понятия, как прибыль, просто загуглите, что такое Debit Credit. Это базовое школьное знание. Почему я сказал в 99% случаев? Потому что среднестатистический бизнес за время своего существования в 99% случаев никогда не перевалит через 2 млн евро приходов на календарный год. Такова сухая статистика. Но если вы являетесь тем самым одним процентом, чей бизнес достиг прекрасных результатов, тогда в этом случае ставка налогоблажения поднимется с 9 до 19. Однако хороший бизнесмен всегда сделает так, чтобы ставка налогоблажения была минимальной, даже несмотря на успешность своего бизнеса. Именно поэтому корпорации являются корпорациями. Итак, если за год у вас меньше 2 млн евро прибыли, налог 9%. Если больше 2 млн евро прибыли, налог 19%. Также важно сказать, что эти цифры брутто. Вообще вам придется привыкнуть к тому, что в Польше брутто это по умолчанию. Однако, когда спрашивают стоимость той или иной услуги, слэш товара, вам отвечают в нет. Не раз встречал наших, кто возмущался тому, что говорят одну стоимость, а в итоге фактура приходит с другой цифрой больше на 23%. И тут мы плавно переходим на еще один пик налога, который имеет значение в бизнесе. Я не ошибся, когда говорил о том, что налог в Польше для бизнесов только один. Так и есть. Все потому, что 23% над стоимостью платят и фи злится. Только в условных магазинах на прилавках мы сразу видим цену с этой добавленной стоимостью. А вот фирмы зачастую должны сразу в уме прибавлять ее сами. Да, те, кто плюс-минус занимается бизнесом, уже понял, что речь идет о НДС. В Польше этот налог получил название ВАД. Если ваша фирма является плательщиком налога ВАД, все ваши фактуры будут с 23% наценки. То есть, когда к вам приходит клиент, требует стоимость. Вы называете ему стоимость услуг, ну, либо товара, в зависимости от того, чем занимается ваша фирма, называйте ее в нетто. То есть, услуга стоит 1000 злотых, вы ее озвучиваете как 1000 злотых нетто, при том, с другой стороны, уже понимают, что конечная цена будет 1230 злотых, то есть плюс 23%. Именно на это и жалуются наши бизнесмены. Слышал не раз. Якобы не обсуждается это, и часто сделки обрываются. Поэтому, как говорится, проинформирован, значит вооружен. При этом в некоторых случаях ваш бизнес может не подавать заявку на плательщика ВАД и выставлять фактуру на одну сумму, что на это, что бруто. Случаев необязательной регистрации ВАД хватает. Обсудим это в каком-нибудь другом видео. Что имеем? Единственный налог на прибыль, польский НДС, то есть ВАД. Что еще? Есть ПИД. Название схоже с ЦИД, расшифровка в принципе тоже. ПИД это Personal Income Tax, то есть персональный налог с доходов. Откуда же он берется? У вас же фирма, вы же не открыли ЕДГ. В принципе, весьма логический вопрос. Если вы решаете вывести деньги из фирмы как учредитель, то есть как чугунок за жонду, вы как физическое лицо получаете доход. Тем самым уже обязаны отвечать перед налоговой как физическое лицо и оплачивать налог на прибыль. Почему такой вид налога редко обсуждается в теме фирмы? Потому что пользуются таким способом вывода денег единицы. И вот почему. В моменте вывода денег из фирмы, как для учредителя в Польше, это называется вынаградзеленная швомка за жонду, по мнению с его функцией на подставе акту полывания. Налог составляет 17% в случае, если доход не превышает 85,5 тысяч зл. Если такой доход превышает уже эту сумму, налог будет равен 32%. Кроме этого, с момента введения польского лада вынаградзеленная швомка за жонду тянет за собой и оплату ЗУЗ. Конкретно этот вопрос довольно сложный с точки зрения понимания, так как подоходный максимально простой, НДС все ясно. А вот в остальном я все же даю всем своим клиентам один важный совет. Не задавайте вопросы налогоблажению юристу, задавайте его бухгалтеру. Вы должны понимать и разделять компетенцию, чтобы потом не жалеть, что сэкономили 200 или 300 злотых на обычной консультации у бухгалтера. В целом, это та базовая информация, которую должен знать абсолютно каждый, кто собирается начинать бизнес путем открытия юридического лица. Я подчеркну, открыть фирму вы можете находясь в любой точке мира, потому что именно сама сполка будет являться объектом налогоблажения, и именно она будет отвечать перед законами и клиентами. Ваше же присутствие как учредителя фирмы в Польше не обязательно. Вы всегда можете трудоустроить директора, работников и следить за развитием бизнеса из другой страны. Нужно также понимать, что каждого учредителя можно трудоустроить в своей же фирме. Это может быть как умово операции, так и умово злецения. Про умовы мы с вами общались в этом видео. Здесь или здесь выяснится у вас. В нем я поднимал вопросы, какой вид трудового договора лучше, какой договор самый тяжелый для фирмы и так далее. После трудоустройства на свою фирму у бизнеса появляется обязательство платить уже другие виды налогов. Я настоятельно советую обсудить это перед началом работы с бухгалтером. Это даст вам необходимое знание и понимание, стоит ли вообще идти на трудоустройство учредителей на свою фирму по трудовому договору. С вами в очередной раз был эмигрант из Польши, который готов помочь вам со всеми вопросами, касающимися работы и бизнеса в этой стране. Не забываем о лайках и подписках. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok